Индия, она как такой гигантский котел, где за тысячелетия сплавились тысячи народов, тысячи вер, тысячи каких-то философских школ, тот же буддизм, те же греки, которые приезжали в Индию в свое время, они всю свою эту греческую философию вынесли оттуда и трансформировали. То есть Индия это был всегда таким котлом, то есть мы постепенно переходим от такого понимания Индии, как некого сердца Азии, где все белые пушистые излучают трансцендентные вибрации. Тут про Рериха спрашивали, ну вот Рерих, Блаватский, они занимались пиаром Индии, своих духовных идей, рисуя какие-то идеальные такие образы, на которые люди западали в начале 20 века. Но потом приехали мы по их стопам в эту Индию, бэкпекеры, там духовные искатели, невообразимое разнообразие разного народа, и мы увидели, что Индия это скорее не такое, не сердце духовной земли, где там медитируют под смоковницами какие-то белобородые садки. Такое тоже есть, но Индия это котёк, где там как океан, в котором бурлит и переливается вот это многообразие всяких идей, всяких каких-то образов жизни, поведения, языков, культур. И мы туда ещё своё тоже привнесли, часть этой бэкпекерско-искательской культуры Запада. Тоже мы стали частью этого котла, растворились в нём, тропитались этими миазмами. Я ещё такой образ, я пишу стихи, разные рассказы про Индию, у меня такой образ, что Индия она как такая мать с тысячей грудей, и из этих грудей к ней льнут и духовные искатели, и всякие путешественники, и авантюристы, и люди просто, которым некуда больше ехать, они едут в Индию. И всякие и трансеры, и кришнаиты, и шиваиты, и просто любители там философии, истории, просто туристы обычные. Они все льнут к этим грудям, к этим тысячам как бы разнообразных источников, бьющих из этой чёрной матери. Кто-то отравляется, кто-то наоборот нектар находит, кто-то счастье, кто-то горе, кто-то где-то там пропадает в этих дешёвых отелях, умирает там от малярии, кто-то полностью просветляется, в экстазии возвращается к себе на родину, кто-то там навсегда остаётся и каким-то образом выживает. Ну, то есть Индия, она всё-таки особая страна. Мы её ненавидим со временем, начинаем ненавидеть, потом снова любить. Это сложно понять людям, которые приезжают в Индию там на две недели в году, пусть даже регулярно. Ну, я прожил в Индии, наверное, в общей сложности, ну, больше десяти лет. То есть были времена, когда я её очень любил, были времена, когда я ненавидел. В прошлом году мы сказали, нет, мы больше не едем в эту Индию, хватит уже, надоело, здесь она уже. А сейчас вот сидим с этим всем ковидом и карантином, и мы такие, ааа, если откроют Индию, мы сразу же на первый же день полетим сюда, тот же день. Не важно, что мы говорили, любим мы, не любим, это наше место, мы принадлежим этому месту.